А я тем временем сегодня съездил в Красноярский международный аэропорт. Он сейчас работает в очень необычном режиме. Вот мне сами сотрудники говорили про это. Ну, за всю историю существования его такого не было у них, потому что теперь он, по сути, превращается в большую авиапарковку. Ну, это всё из-за пандемии коронавируса, как мы знаем. Так вот, здесь количество рейсов сократилось в десятки раз, и всё больше самолётов авиакомпании сейчас консервируют на перроне. Вот как это всё выглядит, зачем их обклеивает плёнка, и как самолёты туда-сюда катают, сейчас и расскажу в своём сюжете. Грузовые Боинги китайской компании Airbridge Cargo в международном аэропорту Красноярска теперь чуть ли не самые частые гости. На их фоне припаркованные и местами с тщательностью багажа обмотанные пассажирские лайнеры Аэрофлота смотрятся особенно сиротливо. Всего на аэропероне прочно припаркованными стоят 20 пассажирских бортов разных авиакомпаний. Они теперь в глубокой консервации. Как вы видите, все отверстия, все датчики, они закрыты для того, чтобы, во-первых, избежать попадания туда пыли, также избежание попадания насекомых. В некоторых отверстиях вообще любят гнездиться птицы. На двигателях вы тоже видите чехлы, двигатели закрыты тоже. По поводу выгуливания самолетов? Выгуливания. Для того, чтобы давление в шасси, вот можно увидеть, да, чтобы оно смещалось и постоянно, ни в одном и том же положении самолет, его точнее, в шасси стояли. Ну, то есть катают туда-сюда, получается? Чуть-чуть. Вот буквально перемещают, но небольшое расстояние этого более чем достаточно. Салоны самолетов перед консервацией полностью почистили и продезинфицировали. Шторки иллюминаторов закрылись, чтобы внутри ничего не перегревалось и не выгорало. В таком режиме им еще никогда не приходилось работать, говорят в руководстве Красноярского аэропорта. Тот самый редкий момент, когда в Красноярский аэропорт прилетел именно пассажирский борт. Прилетел он из Якутии и теперь его готовят ко взлету. Тоже полетит он обратно в Якутию. Вообще, раньше за неделю сюда прилетало не меньше 450 самолетов, именно пассажирских. Теперь этот объем упал на 90%. Не больше 50 самолетов в неделю прилетают и улетают из Красноярска. У нас впервые, что у нас грузовых рейсов в день больше, чем пассажирских зачастую. Это неожиданно и непривычно для аэропорта, но тем не менее это не создает никаких сложных или других ситуаций. Работаем, продолжаем работу по строительству грузового терминала в этом году активно, для того, чтобы самостоятельно обрабатывать все эти грузы. Могу на примере московских рейсов сказать. Если раньше этих рейсов было от 8 до 10, 11 за день, то сейчас этих рейсов два в день. Ну, как правило, это один утренний рейс, один вечерний. Грузовые рейсы через Красноярск, из Европы в Азию и обратно теперь самые частые. Все самолеты, пока их готовят к вылету дальше, обязательно обрабатываются. Персонал дезинфицирует и сам борт, и грузовой отсек. Период простоя авиакомпании используют, чтобы провести техобслуживание бортов. Не придется потом тратить на это время. А чтобы расконсервировать самолеты и вывезти их на взлетно-посадочную полосу, нужен максимум день. Так что, как только снова появится пассажиропоток, в аэропорту готовы объявить посадку. Алексей Кривогорницин, Вячеслав Казаков, телеканал «ПРИВА».